Валерия Макарова В первый день снегопада произошло 16 аварий. Автолюбители встают в километровые очереди на смену резины. А те, кто уже переобулся, развлекаются игрой в снежки. Одевшись потеплее, Андрей Горгуленко вышел на улицу посмотреть, как в Самаре встретили первый снег. Ивана Куприянова, как и других автолюбителей, снег застал врасплох, несмотря на прогнозы синоптиков. А потому, чтобы переобуть свою машину, ему придется отставить большую очередь. Я вчера сюда приезжал ночью, было тоже очень много машин, и утром было. Ну вот сейчас повезло, я сейчас вот уже подъезжаю. Ну вчера тоже искал, я за городом живу. Искал тоже в районных центрах, везде очереди вообще громадные просто. Там по несколько дней запись вперед идет. У работников шиномонтажа, напротив, сегодня праздник. Ведь такой день год кормит. Много работаешь же, да? Успеваете все делать? Те, кто не успел переобуться, становятся виновниками многочисленных аварий. В народе дни первого снега называют днем жестянщика. Автосервисы тоже загружены по полной. Воскресенье ночью на пересечении улицы Осипенко с проспектом Ленина иномарку из-за гололеда отбросил на дорожное заграждение. В тот же день на Московском шоссе водитель другой иномарки не справился с управлением и врезался в дерево, которое накрыло авто после столкновения. А на обводной дороге из-за снегопада возник транспортный коллапс. Большие грузы не могут двигаться в горку. И это только некоторые случаи. Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют быть на дорогах внимательными и аккуратными. Синоптики ничего утешительного сказать не могут. На ночь второго числа мы ожидаем понижение температуры 4-9 градусов мороза по области, а на третье число 7-12 градусов мороза. А в связи с влиянием очередного циклона, который мы ждем к концу недели, ну к пятнице, там опять повышение температуры, ну практически до 0 градусов, плюс-минус 1-2 градуса около 0. По прогнозам, циклон из Самарской области уйдет только в среду. В четверг снегопад возьмет мхатовскую паузу до выходных, когда на регион обрушится новый циклон. Впрочем, снежная осень не всех ввергает в уныние. Рад первому снегу? Да. Почему? Снежки детства вспоминаются. 50 на 50 идти тяжело в школу теперь. А почему рад? А потому что снег, можно покидаться. Красота, первый снег, радость. Отлично. Автомобилистов, жалко, правда, стоят. Все вовремя не подготовились. Такой снегопад здешние места уже видели. Но снег все равно не знал и падал. Да так, что в последние сутки октября выпала пятая часть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сейчас 11 сантиметров, а к вечеру будет и того больше. И хотя впереди еще целый осенний месяц, зима уже заявляет о своих правах. Поэтому плотнее застегиваем куртки и пуховики, достаем и надеваем шапки и перчатки. И внимательно смотрим под ноги, чтобы гололед и морозы не стали неожиданностью, как снег на голову. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Сюрпризы погоды стали первой серьезной проверкой на прочность для коммунальных служб. На Самарских улицах работала съемочная группа событий. Олег Зверев расскажет, как город справился с первым снегом. Случайность, непознанная закономерность, уже традиционно в Самаре смена времен года происходит точно по календарю. 1 сентября осень, 1 ноября наступает зима. О том, что будет обильный снегопад, было известно заранее, а потому городские коммунальные службы оказались готовы к испытаниям. Первые снегоуборочные машины вышли на улицы Самары с самого раннего утра. Кирасиры городских дорог по мере упадения осадков расчищали проезжую часть, чтобы в часы пик не допустить транспортного коллапса. Снег убирали 134 единицы техники муниципального предприятия благоустройства, но синоптики прогнозируют усиление осадков. Резервы у города есть. В зависимости от складывающихся погодных условий, в ночь выход техники составит 160 единиц. В принципе, если будет необходимо, предприятие в состоянии увеличить выход до 230 единиц техники. Учитывая опыт прошлых годов, по такому снегопаде сил предприятия достаточно, чтобы к утру, к началу рабочего дня, к началу движения город обеспечил безопасность и удобство. Больших пробок на городских улицах удалось избежать. Движение шло в штатном режиме. В департаменте городского хозяйства обещают, что и в последующие дни будет так же. Не остались в стороне и управляющие компании. Во дворы и на внутриквартальные проезды рабочие вышли еще до рассвета. Пришлось выйти в 5 часов утра, работали без обеда. Убирали большую территорию. Жилья в 18, жилья в 13. Снег. Все время ходим за трактором. Холодно. В середине дня дворы уже были расчищены. У нас двор нормально чистится до утра, когда после снегопада. Так все нормально. Как справляются коммунальщики с сюрпризами погоды обсудили на совещании в городской администрации. Нигде сбоя не произошло. И в выходные, и в субботу, и в воскресенье все дорожные службы, в том числе и районы, отработали в штатном режиме. Я бы хотел обратиться только к районам. На сегодняшний день сильный снег дают. Чтобы мы сосредоточили свое внимание, в первую очередь, на тротуарах, квартальной, придомовой территории, на остановках. Сегодняшний снегопад – это лишь первое испытание нынешней зимы, которое в этом году будет холодной и снежной. Так предсказывают метеорологи. Главный вывод, который сделан по итогам работы – город готов к любым сюрпризам погоды. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Студент Самарского университета Андрей Письмаров стал лауреатом гагаринской стипендии. Почетную премию учредили в этом году в честь 55-летия первого полета человека в космос. Достойных выбирали по всей стране. Только три человека удостоились чести получать гагаринскую стипендию. Какой вклад герой следующего сюжета может внести в развитие ракетостроения, узнала Олеся Корецкая. Композиционные материалы в ракетостроении. Эти слова заставляют его сердце биться чаще. Космос для Андрея Письмарова – мечта со школы, но не бескрайние просторы Вселенной, а то, что заставляет ракеты взмывать ввысь. После школы Андрей сразу решил поступать в Самарский университет, тогда еще с ГАУ. Гагаринская стипендия – хорошее подспорье и стимул учиться и работать дальше, говорит Андрей. За пять лет учебы в университете у него огромное количество публикаций в научных сборниках. Он получил больше 50 наград на всероссийских и международных конкурсах и форумах. Андрей изучает сопротивление материалов и теорию успешно умеет применять на практике. В руках у меня образец, который был растянут на данной установке, то есть он зажимается вот здесь с двух сторон и, соответственно, растягивается. Он знает, как растянуть металл и как сделать его легче и прочнее. Именно эти качества имеют большое значение в ракетно-космической отрасли, позволяя поднимать тысячи тонн металла в стратосферу и выше. Сейчас Андрей занимается дипломной работой, потом собирается в аспирантуру. Преподаватели говорят, студент скромный и обязательный, при этом по-настоящему увлеченный. Талантливый парень. Кроме обязательной учебы, у него есть еще и интересы и в науке, где он имеет определенные успехи. И та научная школа, которая у нас на сопротивлении материалов, он вписался очень хорошо в нее. Упрочняющие материалы сейчас востребованы. Они нужны не только в космической отрасли, но и в повседневной жизни, например, в автомобилестроении. В своей научной деятельности Андрей Письмаров намерен создать совершенно новый композитный материал с уникальными свойствами. А затем… Есть мечта у меня стать генеральным конструктором, например. Мечтать не вредно, конечно, но есть к чему стремиться. Марина Кравцова, Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. Особой чести удостоены и курсанты военной кафедры Самарского университета. Их расчет пройдет по площади Куйбышева на Параде памяти. К нему сейчас в Самаре идут последние приготовления. Вместе с командующим парадом за репетицией курсантов следил Андрей Горгуленко. Под звуки марша прощания славянки Юрий Алексеев с сокурсниками отрабатывают строевой шаг, чтобы все было четко и слажено. У Юрия уже большой опыт за плечами. Для него этот парад четвертый. А потому именно ему доверили почетную обязанность быть знаменосцем. Я с 14 лет занимаюсь в военно-патратическом клубе, поэтому у меня большой опыт. Поэтому доверили. Большая ответственность нести знамя военной кафедры, показывать, насколько мы достойны своего звания курсанта военной кафедры. Даже на репетиции полное внимание к мелочам. Команды слушают внимательно и очень старательно их выполняют. Ведь за ними наблюдает командующий парадом генерал-майор Александр Протченко. Я сегодня прибыл здесь в качестве командующего парада, познакомиться с людьми, сориентировать на наши дальнейшие действия. И чтобы провести достойно парад памяти и передать наш опыт в будущем. В будущем историю нельзя бросать. Курсанты военной кафедры будут маршировать среди 54 расчетов по 48 солдат. А всего 7 ноября по площади Куйбышева пройдет 35 тысяч человек. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Из-за парада памяти на площади Куйбышева временно прекратила свою работу и сельскохозяйственная ярмарка. Сегодня начался временный демонтаж киосков, чтобы освободить площадь для проведения парада. Все они вернутся на места к 11 ноября. Торговля на площади Куйбышева продлена еще на три недели. Предложение о продлении ярмарки до 30 ноября прозвучало от главы города Олега Фурсова, когда он побывал на площади в октябре. Производители обратились с просьбой дать им возможность подорговать еще, так как не успели продать запасы. Все уже согласовано с Министерством экономического развития Самарской области. Места для производителей региона предоставят бесплатно. Мы пока планируем вместо 270 порядка 120 мест. Но, если, конечно, желающих будет больше, эти места будут предоставлены дополнительно. В данной ситуации город идет полностью навстречу желаниям тех людей, которые хотят еще поторговать. Это связано, может быть, немного с теплой погодой как раз в августе и сентябре, потому что часть урожая, особенно капуста и так далее, она как раз сейчас начинается сезон, и поэтому и овощники некоторые сказали, что мы тоже будем торговать. История авиастроения из первых уст. На заводе «Авиакор» школьникам рассказали о подвигах куйбышевских авиастроителей в военные годы. Экскурсия приурочена к параду 7 ноября. Школьники могли почувствовать себя пилотами и сесть за штурвал настоящего самолета. К живой истории прикоснулась и наша съемочная группа. Проходи, садись на кресло командира, а ты на кресло штурмана. Здесь даже можно подержаться за штурвал, и это вовсе не макет, а настоящий самолет Ту-154М. М значит модифицированный, это правительственный борт, так что обычным школьникам на нем вряд ли удалось бы полетать. Сегодня для ребят открылись двери режимного объекта, авиационного завода «Авиакор». Такие маленькие гости здесь впервые. Директор музея сначала даже растерялся, что же им рассказать. Ориентировался на тех, кто постарше. История создания завода, его эвакуация в куйбышев и тяжелое военное время. И вот у нас в это время самолеты взлетали здесь с полной боевой нагрузкой и летели в Сталинград. Для некоторых это был единственный боевой вылет. Дошкалята смотрят во все глаза. Модели самолетов приковали их внимание. Самому маленькому посетителю четыре годика. Многих вещей он еще не понимает, но самолеты понравились. Надо вместо того, чтобы показывать эти игрушки в магазине, лучше показать музей наглядно. Ну, пока только на уровне самолета и то, как они могут летать, и как они могут там, не знаю, набомбить в общих чертах. Такие экскурсии приурочены к военному параду 7 ноября, который скоро пройдет в Самаре. Цель их – рассказать школьникам об истории запасной столицы и о том, какие силы она бросила на помощь фронту в Великую Отечественную войну. Валерия Макарва, Артем Сулайманов, События. Грандиозное событие в театральном мире. Сразу три театра региона номинированы на самую престижную театральную премию «Золотая маска». Театр-студия «Грани», театр оперы и балета – номинанты уже второй год подряд. Это большая редкость. В этот раз список дополнил драматический театр. Как они встретили эту новость и как будут готовиться к московской сцене, узнала Марьяна Мирная. Новость о номинации на «Золотую маску» застала актера Владимира Морякина почти врасплох. Как раз шел поздравлять маму с днем рождения. В одной руке цветы, в другой мобильный телефон и шок. Он молодой актер, только что из института и вот она. Слава нашла своего героя. В день, когда комиссия смотрела спектакль «История лошади», настроение у всех было боевое, говорит Владимир. На таком, наверное, кураже все работали, потому что труппа у нас молодая. В основном-то заняты все молодые артисты в этом спектакле. Поэтому все на таком нерве работали. Но волновались, конечно, страшно было, потому что для молодого-то артиста сразу маска. Оскар, можно сказать, в театральной среде, в российской. Актеры театра «Грани» из Новокуйбышевска новости удивились не меньше. Редкий случай, когда театр номинируется второй год подряд. «Корабль дураков» представлен по трем пунктам. Спектакль «Малые формы», лучшая режиссура Денис Бакурадзе и лучшая работа художника по костюмам Елены Соловьева. Мне бы очень хотелось, чтобы Елена Соловьева получила золотую маску, потому что там не так много конкурентов, по-моему, четверо всего в этой номинации. Потому что, действительно, там работа художника, и как это все сделано из этого грубого льна, это, конечно, фантастическое. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы и Денис Бакурадзе получил такие признания, получил эту статуэтку, эту маску. Мы были бы очень счастливы и рады. Главный дирижер Самарского театра оперы и балеты, лауреат «Золотой маски» говорит, что актеру, как спортсмену, нужно всегда тренироваться и оставлять планку на прежнем уровне, и уж тем более понижать ее ни в коем случае нельзя. Идти надо только вперед. Театр на хорошем уровне, на хорошем пути, идет с хорошей скоростью, что у нас есть топливо, что нам его хватает, что у нас есть энергия, что у нас есть запал и желание нравиться. Вы знаете, это такое важное чувство для артиста. Он должен быть всегда в такой вот форме, чтобы ощущать внимание публики. У театра оперы и балета тоже дубль. В прошлом году номинировались «Пиковой дамой». В этом – с леди Макбет Нценского уезда. Момент соревнования будоражит, признаются номинанты и хочется выиграть. Но, по словам экспертов, попасть в номинацию – уже победа. Номинация – это победа, потому что прорваться среди 900 спектаклей. В этом году 900 спектаклей со всей страны претендовали попасть в номинацию. Из 900 спектаклей – три наших – это огромная победа. Результаты «Золотой маски» огласят весной, но самарцам бесспорно повезло, что целых три лучших спектакля страны они могут посмотреть, не покидая родного региона. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. На этой неделе в Самаре подвели итоги еще одной театральной премии «Браво». Все решали голоса зрителей. Кого публика посчитала лучшими актрисой и актером, знает Марьяна Мирная. В номинации «Любимый театр» театрального сезона 2015-2016 годов определила победителем Самарский академический театр оперы и балета. Лучших выбирали с весны. В театрах Самары были установлены урны для голосования. Зрители отдавали свои голоса за любимых актеров и спектакли. Не исключением стали и представители городских властей. Надо сказать огромное спасибо всем творческим людям, которые принимают участие не только сегодня в мероприятии, но и своим трудом сделали так, что Самар является театральной столицей по Волжье. Порой один единственный спектакль, он может поменять жизнь очень-очень сильно. Всем советую чаще посещать театр. Это очень нужно всем нам, это очень нужно актерам, потому что каждый раз, играя спектакль, они сдают определенные экзамены. И каждый раз они играют для нас с вами. Лучшим спектаклем по классической драматургии стала постановка «История лошади» драматического театра. В современной драматургии победил Самарт с дебютной режиссерской работой «Манюня». «Манюня» это, вообще, когда я прочитал эту книгу «Манюня», это про мое детство. Мне как бы это близко, я прекрасно все это понимаю, о чем там шла речь. И как сложится дальше, посмотрим, посмотрим. Конечно, и классика, я думаю, будет современной драматургии. Лучшим музыкальным спектаклем стал «Гранд Пай» с похитой Минкуса. Лучшей балериной признали Ксению Овчинникову. Георгия Цветкова за партию Елецкого в «Пиковой даме» отметили как самого любимого исполнителя. Самая острая борьба, конечно, развернулась за звание любимой актрисы и актера в театре драматическом. В этих номинациях победу одержали народная артистка России Жанна Романенко за «Странную миссис Сэвич» и Владимир Лоркин из Самарской площади за роль в спектакле «Кроткое» по Достоевскому. Любовь, вот ее не купишь. Вот ее не купишь ни за какие деньги. Вот ее надо действительно заслужить. И действительно я ее питаюсь, этой любовью. И каждый раз, выходя на сцену, естественно, я хочу, ну как бы, вот оправдать, оправдать это доверие. Я тоже голосую зрителям, это особенно приятно. Ну, хотя профессиональная премия, конечно, тоже очень важна, и она очень приятна. Но здесь зрители, это здорово, значит, нас любят, значит, к нам ходят, есть зрители. Это отлично. Когда мы слышим аплодисменты в этой черной яме зала, так именно выглядит зал, когда стоишь на сцене, потому что не видно лиц, и мнение зала нам очень важно, потому что вся наша жизнь направлена не понравиться моему коллеге-профессионалу, а понравиться зрителю. В этом году 11 лауреатов уже определены. У зрителя будет возможность вновь проголосовать за любимые театры следующей весной. А пока все как один кричат самарским актерам «Браво!». Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Мустанг и чайка во всей карасе. В Самаре прошла выставка раритетных машин. Посвящена она Дню ретроавтомобилиста. Старинные BMW, Форд и Москвич. На одной площадке собраны легенды советского и иностранного автопрома. С любителями исторической техники пообщалась Алина Чемерес. Таких деталей под капотом современного автомобиля не встретишь. Знакомьтесь, Форд Мустанг собственной персоной. В салоне чистота, кузов на драйн до блеска. Эта машина создана, чтобы вызывать восторг, говорит ее владелец Максим Бартенев. Автомобиль, о котором мечтал еще в детстве, заказал в Америке через знакомых. Хоть машина 68-го года выпуска, ходовая часть в отличном состоянии. По выходным на своем Мустанге Максим ездит по Самарским улицам, разбавляя поток современных машин ретро-колоритом. Нравится самому передвигаться на этом историческом автомобиле. Ну и, конечно, приятно внимание окружающих людей. Приятно, что люди понимают и относятся с пониманием и с радостью, иногда даже с восхищением. Легендарная советская чайка, немецкий вандеррер, москвичи, жигули, послевоенная техника. На выставке около полусотни раритетных машин. Организаторы искали участников по всей стране. Здесь те, кому старинные автомобили перешли по наследству, и те, кто сам практически с нуля собирал свою ласточку. Вторую жизнь в заботливых руках нового владельца получила и эта победа. Победа 55-го года выпуска. Первым ее хозяином был герой Советского Союза. Прежде чем она попала к новому, владельцу 50 лет отъездила по бездорожью и по трассе. Вся электроника в машине родная, ее менять не пришлось. Победа в отличном состоянии, потребовался только косметический ремонт. Юрий, долго восстанавливали машину? Ну, на восстановление машины где-то ушло в районе 9 месяцев. Ну, это без выходных, без праздников. Ну и, естественно, жена ворчала. Выставка, приуроченная ко дню ретро-автомобилиста, проходит в Самаре впервые. Несмотря на холодную погоду, желающих познакомиться с историей здесь немало. В годы, когда машины были результатом не конвейерной сборки, а кропотливого труда механиков, каждый автомобиль был произведением искусства, говорят организаторы. Тогда, как они выражаются, техника была настоящей. Сейчас автомобили отличаются, наверное, только эмблемой на капоте. А раньше они различались полностью. От самого простого до самого последнего. Нельзя назвать, что они были одинаковыми. Сейчас весь автопром рисуется на компьютерах, создаются модели. Тогда все шло просто на ватмане. Рисовалось от руки, была красота играться и линией. Приехали с ребенком после танцев посмотреть, что представлено. Показать ребенку, на чем мы ездили раньше, на чем ездили наши дедушки и бабушки. Очень интересно. Хорошие экземпляры и все в чистом виде. В следующем году выставку ретро-машин планируют расширить и собрать еще больше любителей раритетных автомобилей. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Без СМИ не улучшит демографию в стране. В этом уверены организаторы всероссийского конкурса «Семья и будущее России». В Москве подвели итоги и наградили победителей. Программа «Право на маму» нашего телеканала второй год подряд получила первое место. Более 6 тысяч работ, свыше 500 участников из 80 регионов. Таков представительный состав конкурса в этом году. В третий раз его проводит фонд Андрея Первозванного при поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Укрепление семейных ценностей – главная задача конкурса. И именно семейной тематике посвящены все представленные материалы. Организаторы и члены жюри считают, что социальная журналистика – ответ вызовам времени. Вот этот вызов, он совершенно совпадает и с нашим желанием, и с нашим стремлением учить студентов писать о тех темах, которые являются для нас сегодня стратегическими. Эта тема вообще связана с национальным интересом России. Отношение общества к многодетным семьям, традиционным семейным ценностям – основа благополучия государства. Так считает председатель попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Якунина. Позитивных изменений в этом невозможно добиться без участия СМИ. Поэтому по инициативе программы в различных регионах России стали подписывать меморандумы об утверждении и продвижении семейных ценностей. Благодаря этому конкурсу родилась идея создания ассоциаций журналистов, пишущих на семейную тематику. Сейчас ассоциация насчитывает 120 членов, но я уверена, что она будет расти. Программа телеканала «Самараги справа на маму» второй год подряд становится победителем конкурса в номинации телевидения. В эфир она выходит уже почти пять лет, несмотря на то, что социальные проекты – большая финансовая нагрузка для телеканала. Телевизионный бизнес – он бизнес, конечно, но это еще и та сфера, которая делает общество обществом. Самая главная награда для журналиста в этой программе – это, конечно, устроенные судьбы детей. И для канала это тоже самое главное, потому что многие судьбы, они были увидены глазами журналиста, но непосредственно усыновителями увидены на нашем телеканале. Около 200 героев программы «Право на маму» за эти годы обрели семьи. Несколько выпускников детских домов нашли работу и получают профессиональное образование. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. Вот такой запомнилась нам прошедшая неделя, а я желаю вам отличных выходных и побольше хороших новостей. Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok